Миха Сенс и проект Жир в Капец представляет Всем привет! С вами Миха. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу, как сделать обалденный, полезный, ппшный, вкусный и легкий, главное, соус. Вы сами знаете, от соусов все, кто худеет, поправляются, потому что они напичканы крахмалом, они напичканы всякими наполнителями, разрыхлителями, окислителями и так далее, ароматизаторами, ничего полезного в них нет. Ни в этих искусственных майонезах, ни в этих искусственных кетчупах, которые сделаны из томатной пасты, ничего в них полезного нет. А сегодня я вам расскажу про полезный соус, обалденный, классный соус, который называется тхемали. Я вам выложу видео рецепт, он вообще легкий, поэтому я его много не снимал, буквально 3 минуты потратите и будете знать, как его сделать. Если вы в инстаграме, переходите по ссылке вверху на мой ютуб канал, там полное я выложу видео с рецептом. Ну а если вы уже в ютубе, то вас я попрошу остаться и по традиции попрошу вас, пожалуйста, поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и просто, чтобы, как говорится, поддержать меня, чтобы я видел, что вы со мной, что я снимаю не просто так, а для вас с любовью. Ну а теперь начинаем делать соус. Это так легко, ребята. Вот сейчас я вам выложу ингредиенты и как оно делается, вы поймете, все очень легко. Поехали! Для нашего ткемали нам понадобится 1 килограмм сливы обычной, венгерка называется, которая продается везде, вот такая она, синяя. И смотрите, берите, чтобы она была твердая, не мягкая, как расквашня, когда она уже переспеет, а вот видите, твердые, твердые. Она еще тогда не сильно сладкая, немного с кислинкой и получается очень вкусная ткемали. Сейчас я вам распишу, какие ингредиенты надо брать. И дальше все на мясорубку. Вот смотрите, я уже перекрутил через мясорубку и уже поставил на плиту, она сейчас покипит 20 минут и все, и я закатываю. Вот такой самый простой и очень быстрый рецепт. Видите, вот она начинает закипать, надо будет помешивать и на маленький огонь поставьте, чтобы не выкипел, потому что она к концу обязательно с крышкой кастрюли начинает плеваться. Знаете, какая маложидкость, она такая плюхает. Вот такое, вот очень быстро закипает из-за того, что она вот такая густа. Все. А вот и конечный результат нашей работы. Вот такого цвета получается ткемали уже готовы. Он еще, правда, не полностью остыл. Уже спешу вам показать, как говорится. Вот видите, вот по густоте вот оно такое. Но когда оно остынет и постоит в холодильнике, потом когда оно, когда вы его кушаете, надо его в холодильник ставить, потому что тут и чеснок, и это, чтобы оно не портилось. И смотрите, оно станет еще гуще и вообще будет хорошо мазаться на хлеб. Но уже видно, что оно густенькое. Такие кусочки не мелкие, а есть там, что пожевать. Очень полезно, очень вкусно. КБЖУ, сейчас я вам напишу, чтобы вы видели сколько. Ну, тут как бы живут они сильно варно, потому что вы кушаете обычно, ну вот ложку на хлеб вы намажите, капли. Приятного всем аппетита. Ну вот видите, на самом деле все очень легко и просто. Такого простого соуса, я не знаю, есть еще такие простые соусы. Это вообще делается легко. А самое главное, что он очень полезный. В нем и острый перец чили, который помогает нам сжигать жиры. В нем клетчатка со сливой, полезная для пищеварения. В нем много зелени, витаминов, которые в петрушке, в укропе, все это куча зелени. Плюс ваши любимые специи. А самое главное, что он вкусный и полезный. Спасибо за ваши уши. Спасибо за поддержку, за ваши комментарии. Всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.